Балвоздиня, ядерная упруга, это герентное рассеяние, 30 минут. Николай, на самом деле я представляю доклад, который подготовлен Юрием Нехрененко, профессором университета ТНСИ, научным сотрудником Мокрисской национальной лаборатории, а также одновременно руководителем лаборатории экспериментальной ядерной физики УФИ, которая была создана благодаря гранту по 220-му постановлению, выбранному Юрием в 11-м году. Значит, тема доклада является возможность исследования упругого клиента растения нейтрина на тяжелых ядрах, чем, собственно говоря, стратегическая линия научных исследований нашего урока. Значит, это... Герентное рассеяние Это очень любопытное, так сказать, явление, которое было довольно давно предсказано, и которое должно играть большую роль как в нейтринных взаимодействиях с ядрами, так и в экспериментах по поиску темной материи. Значит, это явление было предсказано довольно давно, вот первая работа, 74-й, видимо, год, но до тех пор оно не было обнаружено, несмотря на то, что сечение этой реакции на тяжелых ядрах пропорционально квадрату числа нейтронов, и это означает, что это действительно может быть очень эффективное взаимодействие для нейтринных взаимодействий с небольшими энергиями. Вообще говоря, как бы в этом явлении нет ничего удивительного, оно должно присутствовать, причем с очень большим сечением, как я уже сказал, и это явление должно играть колоссальную роль, на самом деле, в динамике сверхновых звезд. Более того, на самом деле, нынешние эксперименты, которые ведутся в поиске темной материи, на самом деле, в конечном итоге придут к тому, что будут именно измерять прогерентное рассеяние от солнечных нейтринов, скорее всего, потому что это для детекторов масса порядка 10-20 тонн, видимо, третье поколение такого рода детекторов, это будет просто естественным фоном это явление. Интересным является то, что, значит, это явление можно использовать для нескольких фундаментальных, как говорится, исследований, если оно будет зарегистрировано. Ну, поиску, значит, угла Вайнберга здесь показано, если сечение зависит от ядра, от угла, соответственно, числа нейтронов, если эксперимент ставится на двух ядрах в одних и тех же условиях, ну, тогда не он, все равно не он, то тогда можно угол Вайнберга довольно точно, с точностью указанной здесь определить. Значит, с другой стороны, поскольку речь идет о взаимодействии с большим ансамблем нейтронов в тяжелом ядре, то если что-то не так в нашем понимании, как это взаимодействие происходит через нейтральное топливо, то это приведет к тому, что это что-то не так будет существенно усилено. Это означает, что есть, предполагается, что всякие отклонения стандартной модели будут ярко проявляться в этом случае. Значит, вот еще раз на этом слайде показано, как важно это явление в определенных, так сказать, процессах, которые происходят вокруг нас. Это и вот сверхновые звезды, это и солнечная нейтрина, поскольку, так сказать, взаимодействие благодаря к агриментам и рассеям будет очень эффектно для нейтрина, проходящих через массу Солнца, соответственно, повлияет на динамику развития функционирования нашей звезды. Возможно, это повлияет наше понимание, как происходит излучение нейтрины Солнца. Ну и очень любопытное практическое применение. Если такое ощущение действительно, если такой эффект научиться регистрировать, то речь идет о том, что можно с довольно высокой точностью определять и затопить состав, активность зоны реактора в момент его функционирования. Ну и, так сказать, использовать это для мониторинга, если говорить более аккуратно. И при этом детекторы будут довольно маленькие, в отличие от, скажем, детекторов, которые используются обратно в этот расклад в настоящее время. Почему же все-таки это явление не было наблюдено, несмотря на какой-то такой большой интерес, который он может вызвать? Не наблюдается оно по той причине, что энергия, которая выделяется, передается ее до отдачи при этом, чрезвычайно маленькая, особенно для тяжелых ядров. Значит, если вот сечение, оп, если сечение, вот как здесь вот видно, значит, по сравнению с обратным бета-распадом, например, ксенония резко, так сказать, вырастает, практически на два порядка величины, то, с другой стороны, значит, энергия, которая передается ядру, значит, находится очень, очень, очень мало. По существу речь идет о регистрации ядерной отдачи с кинетической энергией меньше одного крема. Значит, ну, какие детекторы могут для этого использовать? Ну, обсуждаются разные возможности, начиная от реагенных детекторов на основе силикона и Германия, которые используются в экспериментах по поиску темной материи в виде ВИМПах, ну, CDMS-эксперимент, например. Значит, эта технология довольно мощно развита, порог регистрации чрезвычайно мал для ядерной отдачи, и, казалось бы, легко может быть использован в данном случае, но масса таких детекторов всего несколько килограмм, и даже до увеличенного сечения это, в общем-то, недостаточно для того, чтобы эффективно регистрировать нейтример. Ну, есть еще, как говорится, предлагается для этого использовать арбон, там сечение побочное, ну, и масса требуется, как говорится, несколько больше, и ксенон, о котором я, собственно говоря, буду говорить больше в конце этого клада. Значит, какие же источники нейтрино можно использовать для постановки такого рода экспериментов? Ну, радиоактивный источник можно использовать. Сейчас обсуждается возможность создания нейтринного источника на базе ЦРС-144. Действительно, это очень интересная возможность, и можно создать достаточно компактный детектор. Мощность там выделяется не очень большая, но, конечно, защита требуется серьезная. И, что неприятное, конечно, в этой истории с точки зрения нашего опыта, что энергия нейтрина маленькая, соответственно, ядра отдачи будут в соответствии с нейтриной энергии. Вторая важная возможность – это диадерные реакторы, энергетические диадерные реакторы, которые обладают довольно большой мощностью, и, в общем-то, расстояние, большие потоки нейтрино можно иметь, поскольку позволяет приблизиться к активной зоне достаточно близко. И энергия нейтрино тоже не очень большая, но, тем не менее, вот здесь уже мы можем наблюдать ядра отдачи с энергией порядка далекого, что более-менее кажется разумным уже. И третья возможность – это использование так называемой «stoppying facility», типичным примером которого является SNS, «Spolation Neutron Source» – ускоритель выпуска национальной лаборатории, который обладает довольно приличной энергией, что самое приятное – там можно довольно близко приблизиться к мишени, и энергия нейтрино, в общем-то, достаточно большая. Вот именно на этой части мы сейчас остановимся. Что самое важное для этого рода источников – что они имеют ярко выраженную временную структуру, то есть там довольно легко можно мерить эффект, вычитать эффект и фон между импульсами нейтрино, что нельзя сделать на ядерных реакторах, поскольку по существу с фоном мы можем мерить фон тогда, когда мы выключаем реактор, но при этом меняется на самом деле и сам фон. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова 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 когда они дрыхлуют в газовой среде электронный сенсор. Результаты этого совещания опубликованы в этом...